Доброе утро, ребята! Сейчас мы находимся в Баку. Идем в центр города для того, чтобы там посмотреть достопримечательности, вкусно покушать. И, конечно же, вы идете вместе со мной. И сейчас вы все сами увидите, как здесь круто. Доброе утро, ребята! Если вы меняете наличку в монатах, один монат сейчас равен примерно 38 рублей. Я думаю, что на два дня нам хватит примерно, не знаю, 50-60 монат. Потому что проезд в метро, например, здесь стоит всего 30 копеек. На рубли это примерно 10-13 рублей. Это очень мало. Вот так выглядят терминалы в Азербайджане. У меня карта Тинькофф Мастеркард. И с нее получается 1,5% комиссии. Метро в Баку состоит всего из двух линий. Оно достаточно маленькое. И оно очень похоже на московское. Людей здесь не так много. В Баку очень многие говорят на русском. И поэтому вам будет очень просто найти какие-то достопримечательности, кафе или еще что-то. Везде, во всех терминалах есть русский язык. Поэтому ориентироваться здесь, снять деньги с банкомата будет очень просто. Здесь очень много российских машин. Там ВАЗ, Нива, еще что-то есть такое. Вот, поэтому здесь в принципе как в России. Нам сказали, что в кафе Хазар очень вкусно и недорого. Поэтому мы решили зайти сюда. И сейчас посмотрим, так ли это. Итак, давайте посмотрим цены. Ребята, вот это суп называется Саютма. Тут баранина, картофель, помидор, болгарский перец. Это дома из виноградных листьев. Это походу какая-то сметанка. Но на фотографии в меню они выглядят по-другому. Ну что, ребята, сейчас мы покушали в кафе Хазар. Я взял блюда, значит, Саютма и долму на 9.80. Но почему-то мне добавили еще за Мацони. И получилось в итоге не 9.80, а 11 манат. Меня об этом даже не предупредили. Я не знаю, зачем мне дали, как бы. А так, в принципе, еда вкусная. Саютма мне понравилась, долма вкусная. Салам, я из Ирана. На этот канал подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мечеть и минарет Мухаммеда. 1070 год. Субтитры сделал DimaTorzok. Вонючий город. Воняет, извиняюсь за это заражение. Вот море воняет. Интереса ничего нету здесь. В Баку просто только ест один корабль, погуляешься. И все, полчаса и все. Люди остались, бакинцы не остались, все уехали. Не, не, в советское время лучше было. Все жили как человек, нормально. Все были богаты. А вы куда-нибудь хотите переехать сами? Нет. Нет, я дома буду. В Баку есть музей ковров. Это очень крутой музей. Стоит в год 7 монат. Для того, чтобы там снимать видео, вам нужно будет доплатить 10 монат. Но, в принципе, это не требуется. Потому что там хорошая подсветка. И можно, в принципе, поснимать на телефон. Поэтому не надо ничего доплачивать. Просто идете и смотрите. Самые интересные экспонаты находятся на третьем этаже. Я думаю, вам все очень понравится там. Но, опять же, это музей все-таки на один раз. Один раз посмотреть, галочку поставить. И этого достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, вот мы сейчас ходили целый день по боку и просто дьявольски устали. Хочется очень сильно покушать. Посмотрели цены в других кафешках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА грубо говоря это 400 рублей чтобы вы понимали то есть средний обед здесь будет получается тысячи полторы рублей это очень дорого поэтому мы сейчас идем в кафе хазар где мы покушаем сейчас прекрасно за 400 рублей просто объедимся также нам предложили всякие разные буклеты с экскурсиями но они опять же по завышенным ценам я рекомендую вам все-таки находить экскурсии в интернете покупать там потому что вы найдете экскурсии в два-три раза дешевле абсолютно такие же экскурсии а Салав, Азербайджан, Абу Канала, Тагетин. Недорогая, мне это не устраивает, то есть апартаменты, все такое прочее, можно найти по доступным ценам, люди здесь очень гостеприимные, политику я трогать не буду, потому что я не люблю ее, если ты прилетаешь в аэропорт, меняй самое минимальное количество денег, сколько ты можешь менять, тебя никто не обманет, у нас все деньги меняются в банках, у нас нет эксчензеров, чтобы там кто тебя обмануть, тебе дают бумагу, все такое прочее, транспорт у нас, кстати, дешевый в мире, можно сказать. Есть какие-то опасности в Баку? Нет, вот именно, если были какие-то там опасности в Баку, думаю, что ты можешь даже гулять ночное время, тебе там абсолютно никто не тронет, если они будут знать, что это турист, многие даже будут предлагать, как бы приглашают тебя домой, такое тоже бывает, что, ну, показать гостеприимство, вообще азербайджанский народ очень гостеприимный, ну, если на Баку, сколько дней нужно, вот если давайте туда тронем эту цену, если только Баку, ну, три дня достаточно. Три, три с половиной дня, опять же, кстати, если аутсайд, ну, максимум недели, десять дней, у нас молодежь развлекается, как в клубах только, наверное, скорее всего, в ночных клубах, тем, что походы всякие, кино там, шоппинг и все такое, то есть такой движок, который ты говоришь, у нас, в принципе, нет, то есть люди сейчас, что, у тебя есть мобильный телефон, правильно, все, человек все, что нужно, ну, каждый человек может, как будто творить свои, и, как сказать, потребности с помощью интернета, если он захотел пойти туда, он упадет. Я начал заниматься курсерфингом с 2017 года. Опыт, конечно же, был разный, но, в первую очередь, я хочу сказать большое спасибо курсерфингу, что, благодаря ему, я начал разбираться. говорить на английском языке. Благодаря курсерфингу, у меня есть очень много друзей из очень многих стран, кто меня ждет до сих пор. У меня были и хорошие гости, где-то процентов 85-15 процентов были плохие гости. В курсерфинге у меня была такая ситуация, что мне удалили мой аккаунт, у меня тогда было там только 124 отзыва, это был прошлый год. Мне спрашивают, почему ты вот так остаешься у знакомых людей, и я вот всем отвечал, что я пользуюсь курсерфингом не потому, что я хочу, а сэкономить денег. То есть ты остаешься в местной семье, познаешь культуру, познаешь всякие ценности, узнаешь какие-то всякие новые, новые что-то, что ты никогда не слышал про это. И когда я говорю, что я, допустим, принимаю гостей абсолютно бесплатно или сам остаюсь бесплатно, на меня такие глаза разуют и смотрят, а это разве возможно? Конечно возможно, надо просто верить в себя и у тебя все получится. Азербайджан имеет уже столица, Баку это город Петров, а если ты приедешь туда, тебе обязательно понравится народ, тебе обязательно понравится цены, тебе обязательно понравится все. Баку реконструируется, абсолютно новые здания, все новое и новое, строится и строится. С каждым месяцем Баку не узнаешь, а за мой опыт все гости хотят вернуться и приехать еще раз сюда. Так что я надеюсь, что ты будешь смотреть этот ролик и приедешь сюда. Я есть на курсерфинге, я надеюсь, ты можешь оставить там ссылку в профиле. Обязательно напиши мне за неделю, я тебя приму по мере возможности, покажу город, если это возможно, конечно. Ну и подскажу, помогу, так что давай, welcome to Azerbaycan. Вот такие вот в Баку ярмарки-привозы, здесь продают овощи, всякие стиральные порошки, памперсы, маниши-маниши. Позавтракать мы решили вот в этом кафе, называется Сан-Ли-Ру-Фа. Вы можете сами прочитать, вот здесь у них есть на вынос, здесь готовятся всякие блюда горячие, доноры у них очень популярные. Это типа как шаурма, но не шаурма. И сейчас мы зайдем в зал, посмотрим, что там происходит. А это азербайджанский плов. Здесь рис и мясо готовятся отдельно, поэтому рис, видите, он такой беловатый. И у меня плов с чевтелями, а вот есть плов с лобио. Это фасоль, яйца и что-то еще. Да, похоже на яйца. Так что азербайджанский плов вот выглядит так. Завтрак вышел на двоих 11-20. Это достаточно дешево, хотя мы находимся в спальном районе. Ну нормально живем, нет проблем, короче, у нас ни международных, ни таких нету. Главное, что не хватает, демократии, шинку. Сами знаете, демократия. Я сторонник демократических образований в Азербайджане. Хотя у меня 62 года, но я уже знаю, что это такое, да. У нас я из Англии приезжаю, из Голландии, вот недавно были немцы. Все нормально у нас. Нету таких проблем, короче. Таких. Только вот я говорил, проблема свобода, слова и демократия. Как в России. То же самое. Я уже не помню, где находится Артек, но кажется, он находится в Азербайджане. Артек. Артек. И тут на каждом углу этот Артек, я не знаю. Это спальный район Баку. Метро состоит из двух веток. Оно очень небольшое, но очень комфортное, уютное. Очень похоже на московское. Проезд стоит по карте в Баку 30 копеек здесь. 13 рублей примерно. Очень дешевый транспорт здесь. Сейчас мы направляемся в культурный центр Ейдара Алиева. И посмотрим, что же там внутри. Вот так он выглядит снаружи. Идем мы со станции Наримана-Нариманова. Здесь вдруг у вас не хватает налички. Здесь стоит терминал, в котором можно снять деньги. Вход стоит 15 монат. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Такой живот висячий, маленькие сиськи, монобровь и, возможно, даже усики растут, если приглядеться. Друзья, я только что вышел из культурного центра имени Гейдара Алиева. Это потрясающее место. Наверное, самое интересное, которое есть в ПАКУ. Здесь куча всяких разных выставок. Выставка кукол, выставка автомобилей, выставка картин, каких-то еще вещей непонятных. Национальные инструменты и прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вы хотите интересно провести время, обязательно сюда приходите. Вход стоит 15 монат, это примерно 550 рублей. У вас уйдет примерно часа три. Наверное, уйдет точно. Для того, чтобы все посмотреть, везде сфотографироваться. Кстати, фото-видеосъемка здесь бесплатная. Поэтому, если вы блогер, то берите с собой хорошую камеру, побольше флешек и снимайте, сколько влезет. Гранатовый сок полтора моната стоит. Это 60 рублей примерно. На один стакан уходит примерно два с половиной граната. Вкусно. Вяжет, но не очень сильно. Нормально. Пришли мы пообедать в кафе Адана. Здесь цены очень приятные. Можно сделать себе, вернее, заказать обед за 7 монат. Это примерно 280 рублей. И достаточно плотно покушать. Всегда во всех кафешках хлеб, лаваш приносят бесплатно. Тут все очень дешево. Долма не помним, поскольку. Куриный суп 2,40 монат. Это получается сколько? 60, где-то 75 рублей. Вот такой вот донор. Внутри у него тут есть кое-что. Вкусненькое. Он стоит 1,40 монат. Это примерно 55 рублей. В общем, все очень дешево и все очень вкусно. Друзья, в России есть банк, называется Урал Сип. А в Азербайджане называется Никоэл Банк. И у них очень похожие логотипы. Возможно, это одна сеть. Дома «уб-м Italо» обesar. Субтитры сделал DimaTorzok